Приветичи! Сегодня у нас с тобой игра под названием Хио, что в переводе оттенки. В этой игре мы будем управлять цветами, управлять миром цветов. В общем, ты сейчас всё увидишь и всё поймёшь. Погнали! А вот и я, парень, обведённый белым контуром, который находится в мрачном, тёмном, сером мире. Я единственный здесь, наверное, светленький парниша. Мой дорогой Хио, какое жёсткое невезение. Я чувствую себя ужасно по поводу того, что всё это время ты был один. Вероломный доктор Грей попытался похитить кольцевой спектр. Кольцо, созданное мною для того, чтобы сделать возможным восприятие изменения цвета. Некоторые называют их невозможными цветами. Ха, возможно, невозможными для доктора Грей. В любом случае, что-то пошло не так. Я приобрела странный оттенок и стала невидимой. Кольцо, оно разбилось дребезги, и разноцветные осколки разлетелись повсюду. Многие недели я оставалась дома, наблюдая и ожидая. Существуя в этой разноцветной плоскости, я не могла ни заговорить с тобой, ни взаимодействовать с однотипным миром. Поэтому я ушла. Я отправилась в университет, в котором я спрятала созданные мной цветные инструменты. Я молилась, что ты найдешь все, что осталось от кольца. Ух, какая завораживающая история. А это кто? Это секретарша, которая что-то печатает на печатной машинке. А это, возможно, доктор Грей. На колбасу похож. И они тоже обведены белым контуром. Кажется, я дома, и я снова темный пацан с галстуком. О, тут физика присутствует, прикольно. Ладно, давай выбираться из дома. Серый проход. Я на улице, отлично. Можно пойти налево и направо. Какое все темное, серое, дождливое, неприятная погода. Пристань. А ты кто? Рыбаки заметили нечто. Нечто необычное. Недалеко от маяка. Ладно, я схожу. Вот он маяк. Давай поднимемся. А вот и первый цвет. Зеленый. Что-то наконец-то яркое. Но, чтобы вниз спуститься, мне нужно убрать эти зеленые кирпичи. Но пока что я не умею управлять цветами. И вот моя первая способность. Голубой цвет. Ух. Я ее подобрал. И теперь мне нужно обучиться, как использовать этот цвет. А это то самое кольцо, о котором нам говорили. Цветовое кольцо. С самого начала мы указывали на небо и заявляли о том, что оно синее. Именно это, общее видение, это неперексекаемое понимание объединяет нас. Но в действительности видишь ли ты тот же синий цвет, что и я? Возможно, синий для тебя является всего лишь оттенком серого. Возможно, каждый в этом мире видит нечто иное, как оттенки серого. Понимаешь, Хия? Вот. Вот почему мы здесь. То есть, ну как бы да, я вижу все в серых цветах. Но сейчас оно голубое. Я красил весь мир в голубой оттенок. Ну не весь, а только как задний фон. Так, мы попали в какую-то пещеру. Ммм, шахтер в западне. Ау! Хия, это ты? Слава богу, как же долго мне пришлось здесь просидеть. Помоги мне выбраться отсюда. Я слышу шум. Какая жуть. И вот, наконец-то, мне дают возможность показать свои суперсилы, значит. Нам нужно окрасить мир в голубой. И вот, смотри. Камни они. Они просто исчезли. Не знаю, как тебе это удалось. Кому какое дело, я на свободе. Спасибо тебе. А то, что мир окрасился в другой цвет, тебе вообще не интересует, да? По-видимому, он видит только оттенки серого. Ну, хорошо, что камни исчезли. Но они, по сути, остались здесь. Смотри. Видишь? Мир снова окрашивается в серый, а и камни появляются. Такие вот дела. Так. Есть еще другие кирпичи. Красного, желтого. Но этих оттенков у меня нету в кольце цветовом. Поэтому я их изменить не могу. Ну, то есть, убрать. Выходим отсюда. Снова голубые кирпичи. Убираем их. Так. Когда ты входишь в пещеру в ожидании увидеть водопад, есть шансы на то, что твои ожидания сбудутся. Но если отбросить эти ожидания в сторону, не кажется ли тебе, что пещера будет полна неожиданностей? Я прошу тебя, Хиа, отбрось в сторону свои ожидания. Чтобы вытянуть меня от грани нереальности. Нужно, чтобы ты видел мир не таким, каким он есть, но таким, каким он может быть. Как я тебя вытяну за грани, от грани. Она так быстро все это говорит, я даже не успеваю читать. Заходим. Тут что-то есть? Если я покрашу этот мир. Так, подожди, я ничего красить не буду. Хотя уже окрасился, блин. А ты кто? Привет. О, привет. Какой молочный водопад. Красиво так. Ты напугал меня? У меня устали ноги, и я отдыхаю. Не играя слишком близко в воды. Почему? Давай я просто перепрыгну. А если в воду просто упасть? А, ну понятно, я утонул. Попытка номер два. Серым. Ага. Там вон кирпич. Сейчас мы его уберем. Вот, я прохожу сюда спокойненько. Тик-тик-тик. И выхожу. Ого. Ого-го. Изменяем цвет мира, фона. Есть ящик. Давай до него попробуем дойти. Удерживайте, чтобы тянуть. Отлично. Как прикольно. Я сейчас его подтяну и запрыгну. Хопля. Этот ящик тоже подтяну. И запрыгну. Потому что тут, скорее всего, будет мост. Только мне надо окрасить как-то. А здесь нет моста. Ха. А как мне тогда туда прыгнуть? Отсюда я все равно не смогу улететь туда. Подождите. Так. Если я поставлю тебя так, запрыгну и отсюда попробую подтащить. Ну вот. В принципе, и так получилось. И запрыгнул спокойно. Опа. Камни сверху. Если я окрашу. Давай посмотрим, что будет со мной, если я включу голубой цвет. Убили меня. Оглушили. Ясно. А там еще внизу, видел, иголки торчат такие. Так что мне нужно... А, сверху тоже они есть. Очень опасно, я тебе хочу сказать. Давай мы, знаешь, что сделаем. Мы просто возьмем коробку. Потащим ее сюда. Встанем. И вот теперь окрасим. И смогу ли я теперь туда допрыгнуть? Да блин, ну что ты сделал? Почему ты не прыгнул? Ну короче, логика ясна, да? Как мы действуем сейчас. Тут все просто. Отдвигаем сюда. Нет, надо чуть поближе, слушай. Вот так вот, наверное, я сделаю. Теперь окрашиваем. Прыгаем. И вот и все. Все довольно просто вышло. Ого, ого, это что тут у нас за тетрис? Вначале это все выключаем. А потом обратно надо включить как-то. Там лестница есть. Но поскольку я цвет обратно не могу поменять. А, смотри, тут еще и стенка из голубого кирпича. Мешающая нам пройти потом обратно. Ладно, выходим отсюда. Ага, ага, ага. То есть сейчас камни должны упасть. А, не даже вот так вот у меня. Ясно, тогда мы сейчас подбежим под рот. Который изливает водопад. И здесь нас никто не достанет. И по камням потом просто перепрыгнем. Опля. Вот. Готово. Сколько здесь камней? Давай мы спрячемся тогда здесь. Включаем. Странно, что они коробку даже не смогли задавить. Хоп, хоп, хоп. Что нас дальше ждет? А, и тут тоже камень. Присесть я не могу. Ну, только если убегать, слушай. Других вариантов у меня нету. Бежим. Перепрыгиваем. Снова бежим, перепрыгиваем. Опля. Так, тут вроде ничего такого опасного нету. Как знал, что в конце будет подстава. Вот тут вот, если я встану, камень у меня что-нибудь сделает? Да. Хотя он мог меня и не достать. Максимум поцарапать. Ладно, хорошо. Я попробовал все варианты. Надежде на то, что я мог обхитрить бы камень. Но нет. Так, а тут нам нужно на лестницу забраться. Вот, 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 аккуратненько спускаемся. Ага. Алхимия? Я нашел одну пробирку из 28. И что мне дальше? Обратно надо подняться. То есть я бежал сюда только ради пробирки какой-то алхимической. Может, я смогу в алхимической лаборатории выводить новые цвета? Это было бы прикольно. Но моя подруга говорила... Я, кстати, не знаю, это подруга или сестра. Моя подруга говорила, что... Нам туда наверх надо. Что... Осколки разбросаны по миру, и их нужно найти. Возможно, часть найти, часть самому вывезти. О, колбаса. Мистер Колбаса, ты кто? Расскажешь нам историю свою? Нет, он не расскажет, что он ушел. Хм. А белая вода капает и капает, капает и капает. Розовый. О, фиолетовый, розовый. Нифига себе, проглючил меня. Фиолетовый, прикольно. Теперь я могу фиолетовые блоки убирать. Еееее. Фиолетовая нерешительность. Весь мир стал фиолетовым. Так, значит, мы умеем теперь управлять двумя цветами. Фиолетовым и голубым. Это шикарно. Но фиолетовый мне больше нравится, видимо, потому что я к голубому привык. Так. И что здесь? Здесь ничего. А если я... Здесь спрятана дверь фиолетовая. Мы ее не видели из-за того, что весь мир был фиолетовым. Хорошо, заходим. И вот новое письмо. Давай-ка я сейчас вот так вот сделаю. Известно ли тебе, что фиолетовый цвет находится в самом конце видимого спектра. Этот цвет нашим глазам сложнее всего различить. А теперь представь... Представь оттенок, находившийся еще дальше фиолетового. Ого. Цвет, лежащий за пределами нашего восприятия. Мы называем такие цвета невозможными. И боюсь, что это... Это то место, где я теперь живу. Если реальность укоренилась в нашем восприятии, и ты не можешь воспринимать меня, существует ли я для тебя вообще? Я уверен в том, что я существую, ведь ты же читаешь это письмо. Или по меньшей мере, я надеюсь, что это так. Извини, но... Существование в этом странном состоянии мимолетности странно влияет на меня, Хея. Оно заставляет сомневаться в том, что такое реальность. Блин, это ж в каком цвете она находится? Офигеть, невозможный цвет. Это какой? Это дальше, чем фиолетовый. Офигенно. Очень интересно. А мы взбираемся все дальше и дальше. Кстати, а может тут есть какие-то с фиолетовым... Нет, пока ничего интересного. Я просто пока читаю, я могу что-то пропустить. Поэтому... Вот здесь вот дверка голубая. Ага, заходим. Так, а если я... Напрыгать мы не можем, но мы можем сделать вот так. Смотри, хоп. Стой, стой... Я... Я думал, что я включил... Ну, я включил фиолетовый. Я же фиолетовый хотел. Я думал, нужно включить... Погоди, смотри. Между голубым и фиолетовым есть еще какой-то цвет. Я его пока еще не нашел. Короче, ладно, давай. Теперь голубой. Вот. Фиолетовый. Ага. Ага. Все круто. Вон оно что. Значит, мы выбираем. Тогда голубой здесь падаем. Потом фиолетовый. Дальше голубой опять. Ага. А, отлично. Очень хорошо выбрал цвет. Точнее, позицию. Значит, здесь нам нужно фиолетовый вытащить. Как бы это грамотно сейчас. Ха. Ха-ха-ха. А как нам тут быть? А, ну это же фиолетовый. Давай просто цвет поменяем. На фиолетовый. Во, видал? Видал фишку? Вот это круть. Как здесь мозгами надо работать, а? Угу. Голубой. Здесь снова фиолетовый. Коробочка есть. Можем вот так вот сделать. А дальше... А, тут есть коробка. Стой, 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 стой. Блин. А если на ходу прыгнуть и кольцо включить? Вот надо сейчас попробовать, кстати. Это немножечко сложновато. Вот я прыгаю. Да, работает. Работает замедление времени. То есть, смотри, вот я прыгаю. Выбираю фиолетовый. А, фиолетовый был же выбран. Да, блин, на том же месте. Запутался немного. Запутался. Ты видишь голубой цвет и думаешь, что тебе нужно включить голубой. Но нет. Вот и возникает небольшая путаница у тебя в голове. Это немножечко сложновато. Стой, подожди. Нет, это не так, не так. Да что ты будешь делать? Еще и говоришь об этом? Ладно. Все, собрались. Тут нужен голубой. Дальше нужен фиолетовый. Вот. Потом голубой. Тут все просто на самом деле. Но иногда ты можешь запутаться. Особенно, когда ты диктор и что-то болтаешь сам себе под нос. Что у нас здесь есть? О, кстати, есть ли? Подожди. А где кольцо мое? Вот оно кольцо. Смотри, когда я стою в камне, у меня пропадает кольцо. Ну, в светастом камне. У меня нет кольца, чтобы выбрать тот цвет, который я хочу. Потому что, если я его выберу, то у меня... Я в стенке окажусь, получается. В голубой стенке. Хорошо. Вот фиолетовый. А, кирпичная стенка. Ее не сдвинуть. Вот. Тут, кстати, нужен прыжок. Смотри, я подпрыгнул. Блин. Вот. Отлично. Дальше. Снова подпрыгнуть нужно... Блин, не фиолетовый, а голубой. Так. Дальше фиолетовый. Сюда. Голубой теперь. Блин. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну тогда голубой исчезнет. Блин, это сложно. Так, теперь я прыгаю сюда. Офигеть. Вот это они, конечно, придумали. Фиолетовый. Опля. Ништяк. Че здесь нас ждет? Снова ты. Колбасный король. Ты че-нибудь мне скажешь, нет? Кто ты такой? Он в мантии. Ну, это... Очевидно, что какой-то древний чувачок. И опять лестница вверх. Оранжевый цвет? Вау. Круто. Теперь я еще могу и оранжевым управлять. Спасибо. Как заводной. Приз получен. Я теперь могу вернуться на пристань у себя дома и воспользоваться... А, ну там зеленый был еще цвет, кстати. Так что рановато мне на пристань возвращаться домой. Письмо. Ну, начинаю. Во время нашей первой встречи с доктором Греем университетские сады купались в лучах насыщенного оранжевого света. Лето пришло и ушло. Холодная хрупкость осени застала меня проспло. Я сидел на траве в окружении моих книг и бумаг, когда прохладный ветерок вознамерился разбросать мои бумаги. Одна из страниц ускользнула от моего внимания. Мужчина, ненамного старше меня, погнался за ней, поймав ее с третьей или четвертой попытки. Я понимаю его нежную улыбку, когда он возвращал ее. Мы заговорили и, к моему удивлению, выяснилось, что он читал мою работу в университетском журнале. Он сказал, что является профессором и надеется, что однажды мы могли бы работать вместе. Забавно, Хиа. Каким образом нечто столь маленькое способно принести такие большие изменения? Значит, нам нужен фиолетовый цвет. Теперь голубой и теперь оранжевый. Блин, оранжевый тоже цвет красивый. Очень. Он такой теплый, приятный. Глаз радует. Согревающий цвет. Такое ощущение, как будто ты где-то у костра, который тебя обогревает. После холодной зимы, которая уже наступила, между прочим. Задумка, реализация очень прикольная. Игра простенькая, но задумка гениальная. С цветами, которыми ты можешь управлять. Эта игра, между прочим, получила огромное количество призов. Так, заходим. Я думаю, что мы сейчас уже скоро начнем закругляться. Дойдем. А, это шахта. И вот мы вернулись обратно в город, получается. Правильно? Мы можем еще спуститься сюда. Так. Ладно, давай, наверное, это и сделаем, раз мы тут. А тут желтый цвет у нас. Тут красный. Значит, мы можем сходить теперь вот сюда. Давай это и сделаем. Снова письмо. Очень скоро доктор Грей был назначен моим наставником. И меня не покидает ощущение того, что он приложил к этому руку. Когда мы работали вместе, наши огни горели ярчайшим светом. Казалось, что мы сможем достичь всего. Мы узнали больше о цвете, чем я только могла себе представить. Мы разделяли свет, составляли карты спектров, мы рисовали, мы смеялись. Мы работали долгими часами, и очень скоро наша цель стала всепоглощающей. Мы были сосудами. Работа стала важнее нас, и мы знали это. Так, спускаемся вниз. Опа-нки. Так, а может я тут что-то пропустил? Давай цвета попробуем перебрать. Ну вот, пускай будет оранжевый. Там решетки какие-то. Словно мы спустились, знаешь, в какую-то, я не знаю, в какие-то катакомбы, либо здесь тюрьма раньше была. Так, вижу оранжевую дверь. Но можно и дальше пробежать, да? А, тут фиолетовый цвет уже нужен. Но у меня фиолетовый же есть. Нет, это... А какой это цвет, подожди? Это не фиолетовый, нифига. Это вот синий как раз таки, или... Какой-то темно-синий, что ли? Ну-ка, подожди, давай оранжевый. Ну да, темно-синий цвет какой-то. Значит, хорошо. Нам нужно в оранжевую дверь. Посмотрим, куда она нас приведет. Ого-го-го. Ого-го. Так. Цепь ее можно дергать, оказывается. Они нам тут нигде не понадобятся. Фиолетовый, ясно. Фиолетовая коробка. Ее подтащим тогда сюда. Оранжевый цвет выбираем. А тут у нас что-нибудь есть? Ага. Коробка упала. Теперь надо наверх как-то попасть. И как мы это сделаем? Как мы это сделаем? Ясно? Ясно, ясно. Запрыгиваю вначале сюда. А теперь вот сюда. Но я не успеваю переключить цвета. Вот, успел. И вот эту коробку теперь сбро... А, это не коробка, не шиша. А можно ее толкать? Можно, прикинь. Ее можно толкать. Офигеть. Ее можно толкать. И зачем я ее сюда сбросил? Вопрос. Так. Допустим, я... Могу сделать вот так. А вот эту, кстати, вот голубую можно... Она слишком тяжелая, я не могу ее подвинуть. Там еще и коробка. Так, ладно, давай это тогда сюда подвинем. Сейчас, минутку. Я-то еще попробую подвинуть. Нет. Реально слишком тяжело. И теперь мне нужно коробку вытолкнуть. Так. Чтобы залезть туда. А как я это сделаю? Минутку. А коробку-то ты никак и не вытолкнешь. Тебе нужно просто через верх запрыгнуть, и все получается. Вот так вот. И теперь включаем. Вот. А если я выберу оранжевый, то фиолетовый исчезнет. Да, и мне по-новому надо прыгать. Эх. Ладно. Хоп. Дальше у нас фиолетовый. А дальше мне нужно просто выбрать другой цвет. Вот. Запрыгнули. Еще одна коробка. А я туда смогу просто перепрыгнуть. Нет, это слишком. Ой, стой. Так вот. Вот. Вот так вот. Ага. Здесь коробку нужно уронить. Давай, падай. Коробка, упади. Вот. Отлично. Ну и тут, если я подвину так. Нужно просто вовремя впрыгнуть. Хотя можно даже цвет не менять. И куда это я пришел? Что я здесь должен увидеть? А, голубая дверь. Голубая дверь. Куда мы заходим? Ох, ключ. Который откроет нормальную дверь. Офигенно. Давай, падай, коробка. Но туда будет немножечко сложновато запрыгнуть. С фиолетового. Оранжевый тут есть какой-нибудь? Ладно. Значит... А, она толкается. Блин. Все понятно. Сейчас я стану здесь. И делаем вот так вот. Теперь фиолетовую убираем. Вот. Готово. Теперь все обратно перетаскиваем. Есть. Отлично. Ну вот, наверное, дверь откроем и будем закругляться. Открыто. Нужно другой оттенок выбрать. Вах. Какое здесь прикольное цветовое сочетание. В общем, если тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы увидеть дальнейшее прохождение, то, собственно, не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи.